И в начале выпуска. Ситуацию с проведением организационно-штатных мероприятий в Ненецкой окружной больнице губернатор округа взял на личный контроль. Сокращение ставок медицинских работников вызвало большой общественный резонанс. Напомню, как следует из приказа о сокращении штата от 29 ноября 2021 года, подписанного исполняющим обязанности главного врача Ненецкой окружной больницы Александром Коробицыным, в ряде сельских поселений будут сокращаться штатные единицы в местных ФАПах и амбулаториях. К примеру, под сокращение попадает 0,5 ставки фельдшера в Лабожском и врача-терапевта в Ненецкой амбулатории. В общей сложности приказ содержит 61 пункт. Эта история вызвала широкий отклик жителей региона в социальных сетях и получила продолжение на еженедельном рабочем совещании губернатора с руководителями органов государственной власти. Открывая совещание, Юрий Бездудный потребовал объяснить руководителя профильного департамента, что происходит на самом деле. Мы в рамках реализации национального проекта здравоохранения под программой кадры и в рамках реализации программы модернизации первичной системы здравоохранения приводим в соответствие штатное расписание медицинских организаций, чтобы у нас все было четко в соответствии с теми требованиями, которые предъявляются к штатным расписаниям медицинских организаций. То есть мы удаляем те, так скажем, мертвые ставки, которые не заняты физическими людьми. При этом полностью сохраняются все выплаты медицинским работникам. То есть ни один медицинский работник на себе не почувствует вот этих вот изменений организационных, которые у нас сейчас проводятся. То есть заработных плат и физических лиц это никоим образом не касается. Руководитель департамента заверила главу региона, что это мероприятие носит организационный характер и не отразится на деятельности медицинских учреждений. Елена Степановна, хочу обратить ваше внимание и внимание всего вашего департамента на основной момент. Вы можете приводить в соответствие штатное расписание. Это ваше право, вы можете его приводить в соответствие. Но ни одного живого медработника вы не сократите. Мы живем в условиях пандемии, когда на медицинских работниках чудовищная нагрузка. Люди стоят в красной зоне, они с напряжением работают в поликлиниках, они без конца ездят по вызовам. И в этих условиях я не допущу, чтобы ни одного врача-медсестру вы не сократили в этот период. Что касается эпидемиологической обстановки в округе, то за прошедшие сутки в регионе было зарегистрировано 12 новых случаев заболевания COVID-19. У нас идет небольшое снижение уровня заболеваемости. На сегодняшний день у нас на лечении находится 173 пациента. 33 из них находятся в стационаре. Три пациента находятся в отделении реанимации. По статусу состояния половина пациентов находится в состоянии средней степени тяжести, 15% тяжелые и крайне тяжелые. Лекарственные препараты приобретаем с колес, большого запаса у нас нет, только на три недели. Пока есть небольшие сложности, но героически их преодолеваем. Также медики отмечают стабилизацию ситуации по заболеваемости коронавирусом в населенных пунктах Верхняя Пеша и Оксино. Эти два поселения находились на карантине, который был снят накануне. И еще одна новость, которая касается не только ковидной реальности в округе, но и непосредственно нашей телерадиокомпании. У нас со 2 по 5 декабря был международный форум гражданского участия «Мы вместе», который был в Москве. И наш округ представлял проект, проект Ненинская ТРК «Ковидная реальность» о медиках наших, которые работали в красной зоне и в скорой помощи. Проект занял второе место в международной премии «Мы вместе» в номинации «Локальные медиа». Тоже такая небольшая победа на России. Молодцы! Телевизионный фильм «Ковидная реальность» также стал победителем в одной из номинаций журналистского конкурса «Золотое перо-2021». Ненинская телерадиокомпания в свою очередь выражает огромную благодарность всем медицинским работникам округа за их самоотверженность в борьбе с ковидной реальностью. Наталья Дуркина, Алексей Орлов, Телеканал «Север».